Более 200 работ представили участники на конкурс. Все они выполнены в разных техниках. В каждой чувствуется рука мастера. Основную часть коллекции умельцев занимают игрушки и вещи, связанные крючком и на спицах. Надо правильно провязывать каждую петельку крючком. Чуть подтянули ниточку, уже будет столбик высокий, уже неровное вязание будет. Поэтому надо, чтобы ручки приспособились вязать правильно столбики. Любимое занятие наших детей войны – это кружковая работа. У нас поэтический клуб, у нас спортивный клуб, у нас клуб умелые руки, у нас клуб писателей, у нас ходим в волетбольный центр, занимаемся, мы ходим на Лазутинскую трассу. Ну и самое главное, что вот эти женщины-умельцы своими золотыми руками вышивают, как говорится, вяжут. Самое-самое прекрасное, что здесь есть. Для каждого участника конкурс – это не только возможность представить свои работы широкой аудитории, но и пообщаться с единомышленниками, найти новых друзей. Для мастеров старшего поколения – это как глоток свежего воздуха. Прекрасное это мероприятие, когда можно увидеть то, что нигде не увидишь, никогда не увидишь. На больших рынках их же не увидишь, потому что это дорого. А вот такие изделия, а вот посмотрите изделия. То есть это очень полезное, очень хорошее для людей, которые любят трудиться, которые талантливые люди, у которых руки на месте. Ну я занималась творчеством, будучи студенткой, когда училась в школе. Потом творчество ушло на другой план, появились дети, работа, и поэтому творчество немножко приостановилось. Сейчас, когда подросли уже все у нас, и уже правнуки появились, вот они у нас на картинке, то, конечно, уже мы сейчас стараемся опять чем-то заняться. Родилась на севере, у меня бабушка вышивала, мама вышивала. Бабушка, когда мне только научила вышивать, она меня уже… Знаете, когда невесту собирали в домах, ведь садились, вышивали, вот что я научилась, мелкие детали, она мне всегда с собой брала. Вот ты вот это вот делаешь сегодня, потому что ты должна научиться. Вот как бы вот это у меня еще от нее шло, и все, и постепенно, и вот женщина-то начала. Приходит ведь иногда женщина, она говорит, ой, да что вы, у меня вообще-то ничего не получится. А в результате такие работы начинают делать. В рамках конкурса прошел круглый стол, где представители бизнес-сообщества предложили организаторам наладить процесс реализации этой продукции. Расходы на доставку, размещение, рекламную кампанию они берут на себя, а вот доходы будут напрямую поступать мастерам. Очень качественные игрушки, поделки, которые с радостью будут покупать клиенты, также и нашей цифровой платформы. Я просто в этом уверен. Многие из участников конкурса недавно открыли в себе таланты. Занятия в кружках для людей зрелого возраста дают свои результаты. Теперь у мастеров практически нет свободного времени. Каждая минута расписана и тратится на создание очередного шедевра. Мы бы были очень счастливы, вот очень были бы счастливы, если бы люди старшего поколения никогда не прерывали трудовую деятельность вообще. Чтобы они даже не задумывались об этой границе, а когда заканчивали свою основную деятельность трудовую, понимали, что это начало другой счастливой, продуктивной, творческой жизни. Звездопад в свершении 55+, это уникальный проект, который не только дает возможность людям старшего возраста реализовать свой нерастраченный потенциал, но и мотивирует их, приучая к активному долголетию. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Голиков, телекомпания Одинцова.